Добрый вечер! Мы продолжаем наши уроки Таня, которые занимаются вопросом о депрессивной чувстве и как отвергать их. И как я обещал, я решил делать какой-то итог, несмотря на то, что у нас осталась 28 глава, которая является заключительной, и она очень важна, и она добавляет очень много понимания в данную тему. Я считаю, думал себе сегодня, что есть у нас достаточно материал, достаточно знаний для того, чтобы подявить какой-то определенный итог. И мне это очень важно, что вам будет тоже, сейчас посмотрю, да, что нам вместе будет более понятно и более доступно наше знание. И я решил ее переворотить больше в, так называемые, это практичные жизни. Попытаемся. Потом, после того, что закончится урок, я буду рад слышать ваше мнение об том, что я попытаюсь объяснить. Так, начнем. Первый, мы познакомились с тремя состояниями душа, духовных состояниях. Недуховный план божественный, духовный план человеческих чувств, которые не всегда мы их характеризуем правильно. То есть, в основном, людей называют в ошибочном понимание радостно, то есть человек в радостном состоянии, что он танцует, что он бухает, что он шутит, что он говорит с друзьями, что он тусуется. То есть, получается, что исключено вариант, по которым человек находится, допустим, в каком-то дружеской, музыкальной, шумной музыке, особенно, тусовка, и он грустный. Это не грустный, это не депрессивный человек. Значит, что это значит радоваться? Радоваться – это улыбаться. Радоваться – это смеяться. Радоваться – это общаться. Радоваться – это танцевать. И так далее. Это ошибка. Радоваться – это не делать вот тех симптомов, о которых мы говорили. Это признаки, которые могут под определенные обстоятельства являться доказательством, что человек счастлив. Но это не доказательство счастья. Можете спросить любой психиатр, любой психолог, он скажет, что человек может быть иногда оторванный от жизни, танцевать, улыбаться, и быть глубоко-глубоко в депрессии. Не имеет никакого значения. Поэтому надо понимать первое, что такое радость. Как мы знаем, как мы знаем, что мы находимся в состоянии, что мы рады, мы счастливы. Как это должен чувствовать внутри себя? Как чувствуется счастье? Как чувствуется того, что я счастлив, что я доволен, что я недоволен, извините. Не совсем счастье даже, что я радуюсь. Как выглядят радости? Почему я говорю это? Потому что у нас, среди нас, кто-то после урока подошел и говорил, что он никогда не был депрессивный. И всегда он отталкивает депрессию и заменяет это в каком-то других делах. Нет, это не радость. Он просто умный человек и не поддается этих чувствам. Но это не означает, что он радостный, что у него есть радости в жизни, что он может быть счастливый. Это не означает. А что, как выглядит радость? В чем она выражается? С улыбкой? Не обязательно. С танцей? Не обязательно. С какие-то друзья и тусовкой? Нет, не обязательно. Может быть вообще наоборот всех этих признаков. А что такое радость? Это когда человек тепло в сердце. У него есть тепло. Когда он активный. И когда он жизнерадостный. Когда человек открывает глаза. У него есть желание улыбаться. Ему хорошо. Он открыл глаза. Все замечательно. Когда он просыпается. Он говорит. Вот и будем что-то делать сегодня. И когда человек готов обнимать любого. И заразить другую тоже в это чувство. Это означает, что он радостный. У него радость движется. Он счастливый человек. Он счастлив. Еще раз. Три признаки. Он просыпается утром. И у него есть желание улыбаться. У него сразу появляется. У него мотивация такая. Сегодня будем что-то делать серьезно. Будем теперь давай. Встанем. Давай делаем что-нибудь. И он готов заражать других в этих чувствах. Если у человека есть этих трех составляющих. Значит, он счастливый человек. Все. Если у него нету один из этих трех составляющих. Он нерадостный. Он несчастлив. Что-то происходит. Он притворяется. Он попитается. Он пытается что-то делать. Но он несчастлив. Повторяю. Счастье измеряется в трех вещей. Просыпаюсь я утром. С улыбкой. С желанием что-то делать серьезно. И готов я заражать других в это чувство. Я теплый человек. Противоположенное состояние. Это депрессия. Она тоже измеряется в трех вещей. Я просыпаюсь с утром. И не понимаю зачем. Зачем я проснулся. Я ничего не хочу. Может быть я обязан. Но ничего не хочу. Я хочу в кровать. Оно мне не надо. И мне ни с кем не надо общаться. Не хочу ни с кем общаться. Оно мне не надо. Когда человек находится в этих трех составляющих. Он находится в депрессии. Я не говорю что это клиническая депрессия. Клиническая депрессия. Для этого есть психиатр. И есть лекарства. Я говорю. А как человек должен знать что у него проблемы. Он несчастлив. Трех составляющих. Он просыпается утром. Ему нет желания открыть глаза. А если открыть глаза. Ему нет желания выходить из кровати. Если не под палку. И с другими ему не надо общаться. Не надо. Не надо ни с кем увидеться. И когда мы говорим о этих двух вещах. То есть понятно. Что принципиально. Человек должен. Для своего блага. Я не говорю для своего счастья. Для своего блага. Бить жизнерадостной. Счастливой. И никогда не допустить к себе в жизни. Депрессия. Почему? Потому что когда он счастлив. Когда он жизнерадостный. Он активный. От него есть польза. Себе и другим. И как только. Он находится вне этого состояния. То есть в депрессивное состояние. От него к себе. Никакого только нет. И другими тоже не получает никакого пользы. И тогда остается вопрос. Хорошо. Я это понял. Я хочу быть счастливой. Я готов быть счастливой. Я бы хотел быть счастливой. Но у меня есть определенные трудности. Которые меня отталкивают. Быть не такой. И теперь нам надо сесть с ним. И объяснить ему. Почему этих чувств вы нелегитимны. Почему этих чувств вы. Которые он чувствует. Оправдание. Почему ему не надо быть жизнерадостной. Они неправильные. Он должен их оттолкнуть от себя. Он должен вылечиться от них. И этим вопросом мы занимались. В последние несколько недель. Первая проблема. Самая распространенная. Которая мы встречаем у людей. Которая находится в несчастливом состоянии. Нежизнерадостной. Первая. И главное. Когда у меня есть проблемы в материальной обычной жизни. Бетовые жизни. Здоровья не так. Деньги не хватает. Квартира не та. Родители проблемы. Детьми не та. С женой не так. Обычно бытовые жизни. И тут мы не можем говорить человеку. Слушай, у тебя нет проблем. Ну, промахни. Оно неинтересно. Как неинтересно? Мой ребенок болеет. Что тут неинтересно? Я хромаю. У меня больно в ногах. Как неинтересно? Это очень важно. Как я могу не обращать внимания? Обращаюсь внимания. Это серьезный проблем. У меня родители не в таком порядке. У меня не хватает денег банально купить себе еда. Или новые туфли. А мне очень нужно. Ломала машина. И я тепил, тепил, тепил. Не понимаю, куда. Как ее ремонтировать. Ну, что я скажу ему? Это ерунда. Это несерьезно. Как несерьезно? Это серьезно. Это факт. Но, впервые, мы об этом всегда говорим, что это испытание от Бога. Мы тогда еще говорили о том, что что такое испытание? Испытание это означает, что того, что мы видим, это иллюзия. Неправда. Если у человека есть проблема, то есть проблема, что если у него ломалась машина, он не пойдет к СТО, что это имитация такая. Или если он больной, он не пойдет к врачу, что это такое. Не надо, не надо будет ходить к врачу. Конечно, надо. Кто скажет по-другому? Если скажет по-другому, это противозаконно вторую. Человек должен заботиться о себе. Человек должен вести себя в адеквате. Что-то значит, не буду к врачу идти или не буду идти к СТО. Ну, ты просто дурак тогда. Испытание это чувство, которое сопровождает нашей проблемой. То есть, я, не дай Бог, человек больной. У него болит нога. И поэтому ему больно, ему депрессно. Секундочку. У тебя болит нога, иди почини. Иди к врачу. А того, что тебе следовая боль, еще депрессия, вот это испытание. Вот это не надо. То есть, что означает, когда мы говорим, что у нас есть испытание? Испытание означает, что моя чувство сопровождающей происходящей, она должна быть изгнана. То есть, человек появился, появился проблема. Он потерял определенную сумму деньги. Первое, что надо делать? Искать. Если потерял, потерял, так иди зарабатывай. Нет. Его сопровождают еще чувства депрессии. Ему говорят, нет, нет, нет. Это испытание. Чувство отгоняй в сторону. Она нелегитимная, она не помогает никому. Отгоняй это в сторону, не надо ее. Я не говорю, что это не тяжелая работа, но это и есть слово испытание. Всевышний испытывает нас иногда для того, чтобы узнать, насколько мы верны Ему. Это тяжелое испытание, да. Но человек должен держать себя в руке. Но тут у нас совершенно глупальное объяснение человеку, почему, когда у него появляются жизненные трудности, он должен от себя отгонять депрессию. Как он может это делать? Он должен себе объяснить. Я человек. Я не знаю, что мне лучше. Мне кажется, что это лучше меня. Но это не обязательно так. Может быть, совершенно не так. Мне казалось, что если я заработаю там деньги, для меня это приносит счастье. И не так. Я же не знаю это. Это все вышло знает. И если он меня не отдал, а он добрый, он хороший. Всевышний, он добрый и хороший. От него не выходит зла. От него беда не приходит. То есть, это добро. Я не понимаю. Ну, конечно, я не понимаю. Я же человек. Я же человек. Я не понимаю. Это естественно, что я не понимаю. Но это не причина депрессировать. Я не понимаю. Хорошо. Есть тут еще один проблем, который, следовая после нашей знания и объяснения, что такое депрессия и что такое жизнь нерадостная. По истину. Когда я буду депрессивный, это точно не поможет. Это просто не поможет. Не вставать из кровати, не улыбаться за то, что я живой. И не поздороваться с другими, точно не поможет выходить из положения. Наоборот. Если я буду улыбаться утром и встану с крепким решением изменять положение и буду это делать, обнимая другими, большой шанс, что у меня получится. Поэтому депрессировать не только не из-за что. Потому что я реально не понимаю, что для меня добро, что для меня плохо. Мне кажется, что для меня хорошо. Но это не означает, что это так. И когда человек понимает, что он на самом деле не знает, что для него хорошо. Я помню, я сидел с очень близким, ну, семьянин. Ну, один из семья. У меня есть большая семья в Штатах, в Соединенных Штатах. Час из них очень богатые люди. Я сел, я помню, это было очень много лет тому назад, там, 10-15. И один из них рассказал о его другом. Тоже еврей, израильтян, кстати. Я его, о нем слышно, я не знаю его лично. Каждый раз, когда этот человек заработал миллион, он потерял с болезнью. Каждый раз, когда он заработал деньги, он их потратил на здоровье. Так лучше, может быть, их не зарабатывать. Чего я решил, что их зарабатывая, для меня это счастье? Кто такой сказал? Кто сказал, что это для меня нужно? Кто такой сказал? Если я потерял, дорогой человек, может быть, так и надо ему, прежде всего. Так и надо мне почему-то, не знаю почему. Но, может быть, так и надо. Откуда мне знать? Об этом много-много-много историй у большинства, у праведники, рассказано о всяких разных дорогих людей, которые людей потеряли. И им объяснили почему. Потому что они не могли выходить из этого депрессивного положения. Это было нужно к этому душу, и другой душу, и другой их причиной. Кто мы, такими, которыми мы будем требовать, понимать зачем? Вот так происходит. Так все Вишня хочет. И все. Нам это к добру. Почему? Ну, не знаю. А кто сказал, что я должен знать? Не все я должен знать. Когда человек понимает этих двух составляющих в своем материальной, обычной бытовой жизни, ему становится абсолютно легче. Потому что если у него какой-то прикол в жизни, какой-то брак, какой-то проблем в жизни, он сразу себе и говорит, первый, первый, кто сказал, что это плохо. Ну, у меня кажется, что это плохо. Но кто сказал, что это плохо? Может быть, это хорошо? Так зачем меня депрессировать? Может быть, это к добру. Не может быть, а точно к добру. Какое добро, не знаю. Но добро. Кто сказал, что я должен все знать сейчас? Буду когда-то знать. Или нет. Во-вторых, человек должен себе объяснить, что депрессивный, он депрессивный, себе не поможет. Если он проснется, низ улипка. Если он не будет чувствовать себе жизненной востребованности, добывать что-то в жизни, что-то изменять в своем жизни. И если он не будет относиться к другим так же, точно хорошо, он у него не будет. Это первый этап. Первый этап – это разбираться с самим собой в план материальной жизни. Второй часть. Когда человек постоянно воспоминается у него на своих развалиях. И постоянно он притягивает себе к прошлой. Допустим, человек кого-то, человек как-то в каком-то этапе жизни у него были, он был принят на какой-то серьезной учебе, какой-то серьезный институт, серьезный вуз. У него не сложилось. И он постоянно себе напоминает. Или у человека был очень близкий любым человек. и у него не сложилось. И он постоянно, постоянно, постоянно себе это воспоминает. Или у человека было время, по которому у него было больше деньги. Или больше бизнес. И он его терял. и он постоянно, постоянно себе это воспоминает. Или человек реально ошибся. Как говорят люди, профукал что-то. Сам виноват. Он виноват. Он виноват в том, что было. И он постоянно, постоянно себе возражает. На то и время говорит, ой, как жалко, ой, как жалко. И он прав. Он виноват. Он оттупашил. Он делал неправильные виши. Он виноват в том, что он потерял этот человек. Он виноват, что у него нету той бизнес, который был. Он виноват, что он курил, поэтому он больной. Он виноват, что он бухал, поэтому сегодня почки полетели или печень. Он виноват. Он сам виноват. Он прыгал из кали и сломал и я не знаю что. Он виноват, сам виноват. И постоянно его вина висит вверх. Она висит прямо над него. Постоянно, постоянно он воспоминается. Какой глупец, какой. Что, сказать, что не надо воспоминать? Сказать, что не надо? Как не надо? А как я буду учиться от моих ошибок? Я наделал ошибки, серьезные ошибки. Они изменяли мои жизни в не лучшее. Все вишний дал меня это. И я профукал за моя вина. Тут я виноват. Это не сверху, это я делал. Я потерял, я делал глупости. Не другой. То есть я должен постоянно раскаиваться. я должен постоянно учиться от моих прошлых ошибок и не повторить их. Как я могу сказать, не думать об этом? Я должен об этом думать? правду. Вот здесь мы не можем говорить ему. А что мы говорим? Он говорит, поэтому я депрессивен. Я просыпаюсь с утром, я воспоминаю, что я терял. Меня сразу погашает глазам, я уже не хочу улыбаться. Нет смысла улыбаться, я потерял. Мне нет смысла вставать из кровати. Зачем? Я потерял. У меня нет причины говорить с людьми. Зачем? Без этого человека, без этого положения, без этого ситуации, зачем оно мне надо? Оно меня не надо, он говорит. Что мы говорим ему? Об этом что говорит? Он прав вроде. Говорит ему первой не сейчас. Не сейчас. Надо об этом думать. Да. Надо себе учить из прошлых жизней. Да. Но не в утром. Не утром. И никогда хочется это твой мозг. Не сейчас. И никогда просто совпадает. Нет. А когда? О. Когда? Когда ты решишь, что теперь надо? Приезжай уставший из работы, из активной творческих жизни, раз в неделю, закрой себе комнату, и теперь давай подумаем. вот у меня было один, два, три, четыре, почему я поступал неправильно, в чем у меня были проблемы, как они могли не быть, как я мог их исправить. О. Теперь это продуктивно. Теперь я учусь от моих ошибок. но если я буду это делать в течение дня, то первое, я не изменю мои жизни ключи, как мы говорили. Если я не встану утром позитивный с улыбком, если я не встану и скажу давай встану на ноги и надру всем и будут бороться и будут добывать что-нибудь и если начну общаться с людьми, то ничего не будет происходить к лучшему. Это неправильное направление. Просто неправильно. Во-вторых, и это очень глубокие знания, когда ты будешь постоянно раскаиваться о твоих прошлых, ты попытаешься себе угадать. расплатиться за твой недостаток, за твой гнев, за твой боль. А как ты будешь расплатиться за этого? С чем угодно. Погулять, поспать, попить. Короче, делать все, что точно полезно из этого не будет. Начнешь утонуть в наслаждение, которое по твоему мнению будет искупить твой боль. Почему так? Так мама привыкла нас. Так привыкли с самого детства. Когда мы получили удар, и кто-то нас обидел, что мама делала? Дала шоколадку, дала клубничку, погладила по лицам, рассказала, какие-то мы красавцы. Мы привыкли, что когда нам больно, мы заменяем боль в чем-то другой. Первый, это не помогать. Это только ухудшает ситуацию, мы только отлаживаем. Во-вторых, мы становимся не фокусированы. Мы не фокусированы. Мы разбросаны. Вместо того, чтобы встать и добивать что-нибудь правильно, я начинаю себе кормить вкусного, потусить, поговорить, познакомиться с ненужной людой, успокаивать мой боль. Это не полезно. Не надо. Это только мешает. Поэтому подытожим. когда человек пытаешься у него больно от своих же ошибок, реально своих ошибок, и он считает, что ему нужно учить из прошлых. Мы говорим, правильно, надо, но предназначенное время для тебя. Ты должен назначить время. И под это назначенное время, вот эта рамка времени, думай, что хочешь, плачь, сколько хочешь. Но выходя из этого рама, ты должен вернуть к себе жизнерадостные, счастливые чувства. Быть теплой, жизнерадостной и активной. и с людьми. Иначе первое, ты портишь себе жизнь, во-вторых, ты начнешь себе расплачивать за свой боль всяких разных глупостей, которые никак не полезны для твоих достижений. Даже не тучи, чуточку. А тут есть еще одно исправление. Когда мы находимся в час, который предназначен для обучения и раскаяния от прошлых. Раскаяние говорили бытовые жизни. Я сделал ошибку, я провокил какое-то интересное предложение, меня больно, я должен изучать из этого. Говорит ревер, да, но не депрессия, амир ревер он изучает нас совершенно другое состояние. Депрессия, как мы говорили, она никогда не разрешена, она никогда не полезная, никогда. Никогда. Почему? Потому что, что она не дает меня радости в жизни, нет причины улыбаться, во-вторых, потому, что я неактивный, втреть, потому что я отталкиваю от себя в сообщество. Это все нехорошо. Я должен раскаиваться, я должен раскаиваться, это значит, что я должен чувствовать боль, да, но это особенный боль. Боль активный. Когда мы встречаем людей и говорим плач, станет тебе легче, нет, не плачь, не надо плакать. Если мое раскаяние заключается в том, что я плачу и станет легче, лучше не плачь, не надо. Тебе нужны активные позиции, то есть я должен воспитывать себя возмущен, расстроен и возмущен от моих неправильные поступки. Это возмущение должно меня толкнуть к исправлению. То есть я был в определенной возу, я начал учиться, меня отгоняли отсюда, потому что я вел себя как дурак. плачет об этом не поможет и вернуться туда уже не можешь. Тебе уже 35-40. Как это поможет? Я должен возмущаться от моей легкомисленности и решать, что легкомисленный больше не стану. Я должен быть возмущен, что я без образования и теперь идти куда-то учиться. Вот это правильно. А не плакать. Зачем плакать? Как это поможет мне в жизни? Если я вложил деньги неправильно или слишком рискованно и положил все яйца в одна корзина и поэтому я потерял все. Зачем плакать? Как это поможет? Возмущаться, что я натупачил. Да. И теперь принять решение. Так не будем делать. И проверять 10 раз в день, что так не буду. Вот это правильный поступок. А зачем возмущаться и плакать? Как это поможет мне? И говорит потом и после этого сразу вернуться к жизнерадостной положении. Улыбаться и говорить себе все завтра стану правильной. И в таком настрой идти спать. Но не с депрессией. С депрессией спать нельзя. Встанешь такой завтра. Не надо. Принимай решение, твердое решение исправления и иди спать. после после этого у нас появляется другая возмущение возмущение у человека, которые вызывают у него депрессия. Какая теперь? он принял решение. он отупашил где-то, неправильно прожил жизни, потерял учебу, деньги, здоровье, всяких разных. возмущен вчера, принял решение, я твердо решаю, я буду служить очень сильно себя, начну правильные жизни, если я нездоров, начну заниматься спортом, начну правильно питаться. Вот, начну правильно питаться, утром он просыпается, у него есть желание пожрать стык или взять конфеты. или какой-то пончик. Человек говорит себе, все, хватит лен, вот из-за этого я потерял работу, встану утром, он пошел утром, пошел на работу, у него появляется желание, давай сидим возле компьютера, поиграем в карты. Появляется желание. Ничто он слушается, нет, не дай Богу, не слушается, он не слушается, но он возмущен. Почему? Почему меня, меня, я сам себе сбываю из плана? Я принял решение, почему я сбываю себе из плана? Я ставил перед собой цель, почему я не добываю его? Почему я постоянно себе забываю? Я принял решение вчера, пошел на работу, вчера, все, начал работать, я уже улыбался всеми, обнимал мой работодатель, рабочим я потанцевал до работы, начал сесть уже за компьютер работать, или где-то за станку, и хочется, нет. Я отталкиваю это желание, но хочется. Я решил вчера, что я должен вести себе здоровый образ жизни, я должен ходить три раза в зале, я должен качаться хорошо, должен ходить те же утром, там сорок минут, еще сорок минут там пешком, если можно даже бегать, должен соблюдать определенную диету, и вот я прохожу мимо кофеина, и я хочу какое-то хорошее пирожное. Почему? Почему у меня появляются такие желания? На том говорит ему, слушай, парень, ты глубоко не понимаешь себя, да? Ты такой, ты весь жизни живешь вот так, теперь ты хочешь не ходить? Ты сам себя понимаешь вообще? Ты просто высокимирный человек, ты не понимаешь кто ты, ты вот это пирожное ты хочешь? Пирожное которое ты хочешь? Это ты. Ленеться это ты. Наглеться другими это ты. Бездельничать это ты. Того что ты это хочешь это естественно. Это ты. И ты должен бороться. Зачем ты грустный из-за этого? Если ты будешь грустить, ты точно не будешь подняться никуда. Это ты. Есть люди, говорит ему, есть люди, которые рождены правильные, но ты не из их числа. Ты человек, который должен бороться. Должен. Если ты не будешь бороться, тебе ничего не получится. Но человек, который рожден правильный, он скучный, он интересный. И когда он добывает что-нибудь, он добывает это в естественный вид. Но когда человек, который борется за своем успех, добывает что-то, то его добыча намного успешнее, намного удачнее, намного интереснее, намного удивительнее, намного жизнерадостнее. Поэтому не надо расстраиваться, что нам сложно. Мы такие, мы такие люди, которые должны бороться. И нам будет трудно, но когда мы будем переломать себя, изучать себя, и будем настаивать себя, правильно жить, будем жить правильно. То есть человек, который, у него было проблем со здоровьем, и благодаря своей твердой решении, он бросил курить, бросил пить, начал ходить по утрам, начал ходить в зал, ходил к врачу, услышал того, что говорили ему, соблюдал определенную строгую диету, вернул себе обычный правильный вес, правильный пульс, правильный жизни, правильное дыхание, то его будущее, после того, что он добывал этого успеха, будет лучше, он будет ценить его состояние и никогда не испортить ее, в отличие от других, которые такого не прошли. Человек, который патриар любимый, когда он найдешь ее еще раз, он никогда его не потеряешь. И у него жизнь будет лучше, чем у того, которое всегда было хорошо. Человек, который добывал учебу, он будет учиться еще лучше, понимая, что он уже один раз потерял, и патриар еще раз не намерен. Поэтому его работа, его научное знание будет качественной и лучше, чем обычной. И поэтому расстраиваться из того, что нам трудно, не надо. Такая участь у нас есть, такой нам делал Бог, в отличие от других, немногочисленный. И поэтому расстраиваться не надо. Спасибо. Спасибо.